добрый день друзья возвращаемся в прямой эфир и отправляемся к нашему старцу отшельнику алексею журавка он уже и бороду начал отращивать алексей валерьевич приветствую дорогой приветствую валерьевич ну вот специально решили сегодня поговорить не вчера с утра когда все только там начиналось а именно сегодня когда уже сутки прошли после празднования дня незалежности 29 раз уже празднуют этом пошутил по поводу того что американцы с 29 днем независимости поздравили но имеется они имели ввиду именно 29 день как по дню в год вот давай теперь вернемся в киев и посмотрим как праздновали по-разному разные люди действующая власть и те кто хочет вернуться и стать снова действующей властью тебе слово да даже ты знаешь глядя на то что происходило в украине как праздновали но такое ощущение как будто какие-то инопланетяне либо дурдом солнышко как это все назвать я не понимаю что праздновать день независимости от кого не понимаю может освобождение можно праздновать один независимость если полностью страна зависит от американского управления внешнего правления если страна агрессивно ведет соседям по указанию дяди сэма и сателлитов их них ну какой может быть праздник если мвф полностью управляет всеми экономическими вопросами да если чиновников назначают из-за океана из-за бурак как бы там назвать какая независимость а страна летит в тарарим можно сказать да ну сегодня они празднуют независимость от чего на них россия напала белоруссия молдова напала я у меня логики нету да и я не не понимаю вот я как человек я не осознаю где это не зависит я напомню что 30 июня 40 41 года когда шухевич на своей банды ворвался вслед за немцами во львов и устроил там кровавое месилово да когда резали глотки раздевали до гола женщин и убивали мужчин избивали и убивали в основном еврейской и польской национальности ну и искали там коммунистов комсомольцев тоже убивали так вот они тогда придя на штыках гитлера тоже объявили независимость они искренне полагали что вот мы теперь независимая от большевистской россии от сталина кровавого тирана и вот эти сейчас когда к ним пришли американцы только уже без оружия а с помощью ивриковой вот они опять как то точно так же как сорок первом году и точно такие же шухевич и бегают и режут глотки если уже по поводу зеленского президента певец какой-то там на сцене правда не певец а чиновник позволяет себе петь по поводу жидов которых вешать и резать горлянки будут то ну вот а чем отличается 41 год июнь во львове от того что сейчас по городам и весям украины проходит на еще он отличается единственное что есть компьютера что есть социальные сети бумаги меньше стали тратить а дерьмо все то же самое понимаешь вот чем чем отличие да а в мозгах вот в эти что было тогда что было сейчас не адекват полный непонимание а по большому счету провели тот же самый фашизм и это все назову я чужеземное чужеродное а нож не наши не славянское вот вот чем парадексальное свойство поэтому в данный момент что они там праздновали не знали но у меня такое ощущение что как будто весь дом другом солнышко выскочил в киев в областные центры то шарики пускают флаги над шариками пускать я вчера даже привел пример там где-то возле донецка пустили флаг шариками но хорошо дебилы пускайте эти шарики лишь бы не мины пускали чтоб люди не гибли бог с вами если вы уже на это там где-то солом украсят там где-то еще что-то понимаешь не картинка вся одна то же самое да у там белоруссии выпустили идиотов на колясках инвалидов да тут так же самое на крещатике выпустили инвалидов на колясках потом инвалидов на голову на что хочешь там с какими-то вещами непонятно но просто страна заражена дебилизмом полный вот это вот страшно что наш какой-то сюрреализм кривые зеркала вот я этого не могу понять что они праздновали если достижения праздновали что какие-то ракеты изобрели пустили в космос с россией создали какой-то двигатель супер-пупер непонятный который бы славил да там спортсменов в каких-то выпустили на ринг побеждали художников велики песни какие-то великие делали да заводы строили фабрики я всяким согласился это независимых да но если еще они обсуждали в независимости что есть договора и мы работаем совместно на поднятие украины ее имиджа и жизнеспособности населения это вообще было прекрасно да вот я привожу аналогию батька можно пока по-разному относиться да он и там урвет и там урвет но он любит свою страну то там какая-то независимость хочет есть но если независимость в головах определяется бей тех воюй с тем уничтожай внутренне и называй россию агрессором но я не понимаю этой независимости Алексей Валерьевич ну вот когда людям в лоб уже говорят знаешь как с ними поработали куда там той нехти польско-белорусской им в лоб говорят хохлы у вас слишком много предприятий мы их уничтожим хохлы кричат ура уничтожим наши предприятия хохлы у вас слишком много черноземов мы их у вас отберем они кричат ура отбираете у нас черноземы им говорят хохлы у вас слишком много населения стариков и детей рождаются хохлы кричат ура давайте ввезем введем эвтаназию введем вот это продажи органов откроем шлюзы пусть наши едут работать в польшу там финляндию еще куда-нибудь на заработки и не возвращаются мы хотим чтобы нас было мало зато те кто останется мало вот это и будут правильные хохлы настоящие такие ух какие молодцы и вот это будет пушечное мясо это раз дело в том что сегодня почему-то все отошли от донбасса а в донбассе гибнут продолжают люди и военнослужащие продолжают гибнуть до снайпера в ссу продолжают стрелять об этом почему-то мало говорят все переключились на это но я хочу еще раз повториться вернуться это независимость о которой ты говоришь рождает пушечное мясо это пушечное мясо еще пойдет и скажет свое слово на донбассе вот поверьте и это перемирие не долгое я не считаю перемирием когда летают дроны я не считаю перемирием когда знаешь пытаются где-то хитро заминировать я не считаю перемирием когда где-то как-то стаскивают войска делает фортификационные сооружения потихоньку инженерные войска подъезжают конечно у меня такое ощущение как будто вот вот что-то должно произойти нет у меня той уверенности в минских договоренностях понимаешь я смотрю как ведет себя вот этот хитрый лист кравчук я не верю ни одному слову я смотрю как минские переговоры договоры идут как каждый по своему лепит а особенно украинская сторона я смотрю на то как выражается на сегодняшний день зеленский с ролика его смеюсь европейского очередного крым донецк вернется оказывается это украинская вообще я вот поражаюсь этому дебилизму до многие вещи мне дают понять подождите пусть придут американские выборы и мы еще вздрагнем от такой лженезависимости уже сегодня европа их не там сателлиты американцы не настолько за закусились что подожди еще в белоруссии будут происходить серьезные темы еще будет шатать украину но во всем в этом виновата будет россия мне жаль что это черная независимость которая приобрела украина я ее назвал черная независимость да не актуальная независимость она будет проводить только и создавать проблемы вот я тебе говорил сергей посмотришь украина будет создавать проблемы россии и белоруссии да смотри украина спецслужбами уже залезла в россию да искать как говорится этих бывших вылавливать вытягивать красть людей но это же россиянин был он ополченцем не было ополченцем не какая разница он с русским пасмаром смотри украинцы участвуют как как говорится в приводе новой независимости но в белоруссии и те же самые и поляки учат куда сопровождают куда кортеджи этих майданутых дебельнутых бандитов и всякую фигню да и это все скажется непосредственно на нас вот то что я ранее говорил я тебе говорю что если мы не начнем убыку удалять эту раковую опухоль так называют дебильную независимость я не за честную независимость которая имеет лицо а за дебильную если мы ее не будем уничтожать эту раковую опухоль будут проблемы вот белоруссии есть рука украины сегодня украина лезет своей рукой в россии посмотрим чем это все закончится надо уже взяться за голову меня учеб чем выставил пост привел пример янукович и лукашенко с автоматом до видео такое сделал и написал открытое честное письмо что я думаю про сегодняшнего президента лукашенко про силовиков и так далее я им благодарен что они защитили свою страну как бы ни относились к лукашенко но он защищает сегодня наш рубеж и он не отказался от советского солдата и героя и не отказался от своего настоящего белорусского флага и не пошел за белокрасным посередине флаг под которым убивали нацисты и их не коллаборанты убирали же мирных граждан в то время видишь оно все синхронно но повторяется да так вот это все надо зачищать нам надо задуматься и наши проблемы будут на века не только в россии но и других но если не дай бог рухнет россия вот как они задумали расчленить россию я могу с утверждением сказать на тысячу процентов что если не дай бог это произойдет и это упаси бог рухнет весь земной шар заканчивать придется эфир хотя у меня куча еще было вопросов по поводу вот нас обвиняют в том что мы кого-то где-то травим причем сами спокойно уничтожают политических противников не стесняясь даже ракетами как было с командиром ксир иранским да а нас обвиняют то литвиненко то березовский то скрипаль теперь вот навального глазами капельками отравили мы этого не делаем но нас в этом обвиняют они это делают год за годом день за днем но полная тишина может нам в конце концов надо самим сказать что ребят вот мы объявляем военным судом преступников и открыто вывешиваем на сайте этого суда людей которых мы приговорили без срока давности нам надо пусть эти преступники знают что в любую секунду альпинистский топорик там все что угодно глазные капли прилетит где бы он собака не было и тогда может это остановит этих уродов немножко заставит испугаться нам надо начать играть не по их ним правилам а по нашим правилам и нашими правы правилами бить тех тузов вот так и тогда за товарища судоплатова так сказать валерий спасибо тебе огромное удачи и до скорой встречи пока жал и так дорогие друзья это был алексей журавка и программа на самом деле скоро вернемся и продолжим до встречи